Всем привет! Диатюр дает прогноз на матч 21 тура английской премьер-лиги Манчестер Юнайтед в Уолверхэмптон. Встречается шестая и восьмая команда АПЛ текущего сезона. В матче 20 тура МЮ уверенно вынес Бёрли 3-1. Счет получился немножко не по игре. Слишком уж много голевых моментов соперники не создали. И по сути четыре гола были высосаны из ничего. У хозяев пару раз прошли очень точные удары со средней дистанции, плюс разок по малей гости, подправив мяч в свои ворота. Бордовая забили в быстрый контратак и опять же удар пришелся под самую штангу ворот. Вулверхэмптон свой матч с Арсеналом пропускал по причине карантина. Очные матчи. В последних десятиочных матчах у МЮ четыре победы при двух поражениях и четырех ничьих. Семь из десяти матчей были на тотал меньше, поровну на обе забьют, да нет. МЮ выиграл последние триочные матча. Последние четырёчные матча на Олд Траффорд были низовыми. В угловые удары команды не играют высоких тоталов, в лучшем случае десяточка. В желтой карточке здесь большой контраст, или два горчичника, или шесть в последних матчах. МЮ выиграл последние три домашние матча. Это самая длинная победная серия красных дьяволов на своем поле в этом сезоне. МЮ, как правило, чередует дома результативные забивные матчи с низовыми нулевыми. На очереди стоит второй вариант. По угловым ударам МЮ дома выступает в основном по красным тоталам, а вот по желтым карточкам, наоборот, играет корректно. Волкс на выезде сыграл только один результативный матч, остальное все сплошные низы, только два забивных матча, остальное все нули. Лишь три выезда Волкс проиграл, а выиграл четыре. По угловым ударам Волки на выезде, как МЮ дома, чаще выступают в красной зоне, аналогично ситуации по желтым карточкам. Последние треочные матчи в этой паре выиграл МЮ. Это самая длинная очная победная серия МЮ в последние 10 лет. МЮ в 8 матчей идет без поражений. Сейчас у Волверхэптона идет серия из 8 нулевых и низовых матчей. Последние 7 матчей вообще были на тотал меньше полтора. На Олд Траффорд в очных матчах аналогичная ситуация. Волверхэптон не забивал в последних трех выездах. После карантина можно ожидать, что отдохнувший Вулс должен бы пободаться с МЮ. Если низовая серия Волверхэптона может и не прервется, то вот нулевая должна бы уже. С учетом коэффициентов можно за базу здесь брать условный счет 1-1. Угловые удары. Сводная средняя по угловым в этой паре составляет 9,65. Команды на Олд Траффорд подают немного угловых. Обе имеют красные серии по тоталам. Тут бы должен проскочить уже низовой вариант. На тотал меньше 10,5 дают неплохие 1,76. Можно брать. Желтые карточки. Сводная средняя составляет 3,33 при очень хорошей сходимости результатов. Команды играют между собой либо очень корректно, либо очень грубо. На очереди стоит как раз второй вариант. Обе команды в свой последний матч отыграли корректно. Корректно, но у Вулса на выезде в этом сезоне еще не было двух белых тоталов по желтым карточкам. Поэтому можно взять верхнее значение на тотал больше 3,5 в надежде, что по парочке желтых карточек соперники здесь бы должны отхватить. Из связки тотал меньше обе забьют да, победа гостей с фуры плюс полтора, самый высокий коэффициент стоит на обе забьют да, 2,01. На тотал меньше 1,92, на победу гостей с фуры плюс полтора 1,51. Тут если Вулс и проиграть, вряд ли с разницей больше, чем в один мяч. Поэтому победа гостей с фуры плюс полтора, ожидаемый вариант с относительно неплохим коэффициентом. Но на роль оптимального варианта здесь надо брать обе забьют да за 2,01. Коэффициент очень высокий, а нулевая серия волков должна бы уже давно закончиться. На роль доходного варианта здесь можно играть х2 за хороший 2,53. Можно было бы играть и ничью за высокие 4,25, но Уоллор Гэмптон очень непредсказуемый соперник, который запросто может хлопнуть нынешний МЮ. На этом все. Что из этого выбрать и выбрать ли что-то вообще, решать вам. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизм и удачи. Будьте здоровы.